Свои квартиры Сергей Космачев ждет уже три года. Он сирота, и обращение в приемные президента и губернатора для него не просто последняя, единственная надежда. На встрече с Вениамином Кондратьевым парень из станицы Полтавской скромно задает всего один вопрос. Сможет ли он получить жилье? Слово для ответа руководитель края дает главе района. Заканчиваем строительство дома 75-квартирного. В этом доме у нас 45 квартир. По 33,8 квадрата. Если говорить грубо, половину очереди вы закрываете? Мы половину очереди закрываем, Сергей попадает в эту очередь. Закончить строительство этого дома местные власти планируют до конца 2015-го. Ключи от заветных квадратных метров Сергею обещают вручить уже этой осенью, чтобы в собственной квартире еще до начала Нового года он успел отметить не менее важный праздник – новоселье. Тем более, что со списком гостей молодой человек уже определился. Смотри, и так договоримся, что не позднее 20 декабря дату мы тебе отдельно сообщим. Я приезжаю к тебе на новоселье. Договорились? Конечно, буду рады. Глава у нас подтвердил, что это состоится. Поэтому, ну что ж, готовься. Жилищный вопрос уже несколько лет пытается решить и семья Николая Девольда из Анапского района. В 2013 году сгорел их дом. С пятью детьми супруги вынуждены жить на съемной квартире. Мы не успели еще даже переехать, слава богу, наверное. Вот он сгорел полностью. Жилье было не застраховано, поэтому никаких выплат не полагается. А на покупку нового у них просто нет денег, рассказывает мужчина. Помочь многодетной семье Вениамин Кондратьев поручает главе курорта. Тот, в свою очередь, заверяет, что как малоимущие Девольд стояли на учете и по специальной муниципальной программе уже в этом году им предоставят дом почти в 100 квадратных метров. Но такие случаи не единичные, замечает руководитель региона. На Кубани сегодня 22 тысячи многодетных семей. И в некоторых жилищные условия оставляют желать лучшего. По мнению Кондратьева, нужно создать краевую программу поддержки этой категории населения. У этого сгорел дома, а у других, которые не сгорел, но живут еще хуже, чем сгоревшие. Поэтому надо что с ними делать. Жилье, это очень важно, это самое главное. Они же растут вне социума. Они стесняются ходить в гости и стесняются к себе позвать. Он не интегрируется в общество, он отделяется от общества. Делайте критерии, моменты, понимание того, что кому дать в первую очередь, кому может быть его, которые живут в нормальных условиях. Но те, которые живут в землянке, мы видели, которые живут в землянке. Вот они не должны в ней жить. Вот тут продумайте, и я готов максимально в этом бюджете деньги предусмотреть. Будущим детей озабочена и Зинаида Якушева. На прием к руководителю края она приехала из Ейска. Вениамина Кондратьева женщина просит помочь отремонтировать дорогу по улице Красной. Здесь сейчас строят детский сад. Там новый микрорайон частный. У нас полностью гравийное исполнение, и, конечно, дорога должна быть хорошая к детскому садику. Сейчас вы самое волшебное слово сказали, ключевое к детскому садику. Если вы просто говорите о дорогах, то, конечно, дороги у нас в крае будет в штатном режиме, где существует очередность. Но дорога к детскому садику, она, конечно, является тем ключом, который сегодня меня заставляет развернуться к вашему вопросу. Потому что дети есть дети, и это не просто дорога. Это дорога безопасности, в первую очередь. По поручению главы региона дорогу там реконструируют к декабрю, тогда же, когда и закончат строительство детского сада. По просьбе жительницы Каневского района отремонтируют в этом году и объездную автомагистраль станицы Стародеревянковской. Найдено решение по газификации участковой больницы Старотитровской Темрюкского района. А после обращения Валентины Савельевой из Кропоткина в целом микрорайоне решится проблема подтоплений. Этих ответов ждали не только те, кто приехал на прием. Многие заявители признаются, встречать их в родных городах и станицах сегодня будут как героев. Я очень довольна ответом нашего Венимина Ивановича, который действительно очень трогательно относится к, ну как бы правильно он отметил, к ключевой фразе «детский садик». Решится вопрос. Мы верим. Венину Ивановичу, как он вот у нас побыл, все. Мария Крошина, Александр Ивановиченко, Денис Перец, Денис Москаленко, Алексей Комаров, Кубань-24, Краснодар.